На связи у нас сейчас Айдар Муждабаев, чуть позже подключится Михаил Таланов, IT-специалист из Соединенных Штатов Америки. Как я уже сказал, в последние дни в России наблюдается какое-то весеннее обострение террористической активности государства. Растет число политзаключенных, начинаются совершенно абсурдные аресты и приговоры по уголовным делам. Так, например, на днях арестован отец директора фонда по борьбе с коррупцией Ивана Жданова. По надуманному, видимо, обвинению. То есть, речь идет о взятии человека в заложники. В Крыму осуждена 65-летняя пенсионерка за шпионаж в пользу Украины, якобы. Сегодня же вынесен очередной приговор свидетелям ИГОВ. В Крыму уже 6,5 лет лишения свободы. На днях Медиазон опубликовала свои данные о политзаключенных. На сегодняшний момент только по январским событиям в России возбуждено около 100 уголовных дел. Около 50 человек так или иначе лишены свободы. Это те, кто уже осуждены, уже пара приговоров есть. 34 человека находятся в СИЗО, если мне память не изменяет. И еще часть под домашним арестом. Общее число политзаключенных по данным мемориала тоже растет. Это уже 378 человек. Вместе это и религиозники, и обычные политзаключенные. Еще 74 человека, так называемых, вероятно преследуемых. Это те, по кому еще не вынесены решения о признании статуса политзаключенных. В общем, мы видим вот такое очередное нагнетание террористической активности. Причем, я бы сказал, что мне лично это уже напоминает сталинизм, сталинские практики. Почему? Потому что мы видим взятие в заложники людей. Мы видим какие-то нелепые совершенно дела о шпионаже пенсионерок, сдающих квартиры в пользу Украины. Причем я чуть-чуть расскажу в нашем телезрителе, о чем идет речь. Речь идет о том, что 65-летняя пенсионерка якобы передавала Украине не какие-то шифры кодирования. Я даже не смог запомнить эти термины. Там очень специальная информация глубокая. Ну, значит, вот такая вот абсурдная, похожая на НКВДшную практику годов 30-х ситуация. Ты согласен с такой оценкой, Иван? Ну, в принципе, согласен с той поправкой, чтобы, конечно, предположить, что, возможно, какие-то массовые расстрелы или вот такие репрессии по масштабам сопоставимой сложно. Тем не менее, безусловно, вот эти репрессивные практики, они пробивают, скажем так, дно, да, все больше очередное дно. Что касаемо дела отца Ивана Жданова, то я дело не читал, я не знаю. Я не могу на 100% утверждать, как обстоит дело, но с высочайшей долей вероятности можно утверждать, что у дела есть политическая подоплека, потому что, в принципе, не в первый раз режимом используется древний принцип известный, еще с Древнего Рима. Друзья, друзьям все, врагам закон. Да, то есть, ну, если мы говорим о сталинских практиках, то был бы человек, а статья найдется. То есть, любого человека, который занимает какую-то административную должность, достаточно сложно, точнее, легко подвести под статью, устроить провокацию. То есть, мы видели, например, и, допустим, муниципальных руководителей, да, как эти статьи очень легко делаются. Я так понимаю, что он занимал определенную должность при компании, как бы, и было состряпано это дело. Но то, что новое в этом, что, все-таки, несмотря на то, что репрессивность путинизма за 20 лет повышалась, считалось, что, как бы, семью не трогают. Вот была такая установка, что, как бы, семья, как бы, они в стране, наверное, это один из первых случаев, когда, действительно, берут члены семьи и, вот, возбуждают, там, уголовное дело. Ну, правда, был Олег Навальный, конечно. Айдар, мы знаем, что в Крыму, в аннексированном Крыму, вообще, особая ситуация. Там такая оккупированная террористическая область, фактически. Активно преследуются крымские татары, активно преследуются проукраинские активисты, активно преследуются свидетели Иеговы. У тебя есть какая-то информация, что там вообще сейчас происходит? Ну, ничего нового про... Информация, конечно, есть, ее много, она постоянно идет через наш канал. От ИР, от непосредственных участников, от семей политзаключенных. Люди не боятся представлять секрюрные территории, включаться на наш канал с открытыми лицами, вести репортажи, прямо за спиной у них стоят росгвардейцы. То есть люди, ну, многие говорят, что мы страх потеряли просто, глядя на все это, уже седьмой год. Просто, когда вы говорите «дно», я всегда уточняю, что «дна» у русского рейха нет. Он абсолютно аморален, он может дойти до всего. Просто до каждого это доходит в определенный момент. В Крыму мы все это видели с 2014 года. Сейчас это те же самые практики документирования людей, точечных угроз, показательных задержаний, там, систему вот этой репрессии, отслеживание постов в Фейсбуке, там, и всего остального. Все это в полной мере было в Крыму с самого начала задействовано, тотальная слежка, там, и так далее. Я об этом писал тогда еще до САП Москвы, когда он еще был более-менее приличным. Предупреждал в открытым текстом еще в 2014-2015 году россиян, что это дойдет до вас. Конечно же, никто в таких случаях не слышит. У кого-то угар имперский, кто-то просто типа позаполитикой, да, там, вне политики и так далее. Но факт остается фактом, что вот сейчас я могу отметить, что все, о чем я говорил тогда в 2014-2015 годах и в последующие годы относительно России сбывается. И вот все эти практики, значит, крымские, они перешли, а и так, с заходом в Беларусь, да, вот это документирование участников протеста, эти, как эти люди, тихари, которые снимают все, люди глупые, наивные, разговаривают с ними, позволяют себя документировать, да. То же самое в России произошло, вот в митинге Навального, они позволили задокументировать огромное количество активных лиц, разделить их на группы, как это работает в Крыму, там целое управление на это работает, все телефоны крымских татар точно уже прослушиваются, все средства связи, все-все-все-все-все, да. И не случайно поэтому там две трети украинских политзаключенных в российских тюрьмах, это, как говорят, крымлы, да, это крымцы, народ Крыма, да. И все, что вы сказали, спасибо, что следите. Действительно, там преследования идут по разным направлениям, они формально могут выглядеть по-разному, суть у них одна, запугивание. Это, знаете, как в Германском рейхе, тоже судили-то за преступление, типа, да, вот, но людей сажали тех, этих, тех, этих, и потом это уже вошло в систему, перестали вуалировать и просто сказали, тупо будем сжечь евреи, да, вот, и сейчас уже в России такие симптомы появляются, и они будут реализованы, безусловно, в каком-то виде гибридном теперь, да, ведь мы живем в мире виртуального гулага, как бы, цифрового, и он не надо строить физически, можно даже браслет не вешать, человек сам будет о себе отчеты отправлять через приложение какое-нибудь, да, обязать, закачать, и будет просто такая страна-зомби, но на самом деле это же вот реально делается это легко. То есть диктатуры, они используют все инструменты цивилизованного мира, и вообще интуитивно их используют. Это полная перспектива России и Беларуси, ну, по сути, это одного государства уже, одного гулага такого. Не все это видят, не все хотят замечать, но, как бы, я тут ни при чем, я живу в Украине, мое дело сказать, как бы, дальше люди смотрят, учитывайте мою эксперту оценку или нет, но пока все, что я говорю, сбывалось, к сожалению, все плохие мои прогнозы сбываются, а других у меня для вас пока нет, вот, я так отвечу на этот вопрос. А вам не кажется вообще, что вот на таких оккупированных территориях вроде Крыма или даже российской Чечни обкатываются вот практики, которые потом постепенно начинают распространяться уже вглубь российской территории и внедряться уже в массы? Абсолютно, причем, в первую очередь, в Крыму, конечно, все-таки Чечня, она во многом, как бы, автономна, да, то есть Чечня, по большому счету, сейчас пребывает в статусе республики, победившей у России, получившей, как бы, огромные полномочия, где Кадыров является, вообще, полноправным правителем, поэтому внешние, там, практики, как бы, российские, применить достаточно сложно. А что касаемо Крыма, безусловно. Кстати, о Крыме. Мы хотели обсудить с Айдером вот эту тему, вспыхнувший скандал в СМИ, касательно Леонида Волкова и ФБК. Раз уж мы говорим о Крыме, то нельзя, надо не коснуться этого. Когда команда Навального недавно, на днях, презентовала свой большой будущий митинг, который они готовят, митинг на полмиллиона, была представлена карта, карта России, на которой необходимо отмечаться тем, кто будет принимать участие в митинге, и на этой карте российским был отмечен Крым. Мы знаем, что у Волкова были предъявлены претензии на этот счет. Со стороны Рифата Чубарова. Да, это, Айдер, если поправить меня, это рукой Меджлиса, крымско-татарского, правильно? Рифат Чубаров. Совершенно верно. Он, причем, не просто написал, он написал Волкову, значит, открытые письма. Ну, давай, я тогда уже расскажу с самого начала, да, тогда всю эту историю. Значит, ну, первое, я должен заметить, я нигде этого сам не говорил, и с удивлением сейчас еще раз утвердился в этой мысли, с удивлением, без удивления, что все, что я говорил, что все эти митинги Навального, это перепись активного населения с последующими разномонетными, как в Украине говорят, разнообразными видами репрессий, от склонения к сожительству с властью каких-то активных людей до иммиграции и убийства, до тюрьмы там и всего прочего, и собирать перепись, отмечаться на участниках митинга, но это, наверное, только отдел ФСБ мог, так в открытую не мог сделать, а вот у штаба Навального получилось. То есть это вообще просто аморалка, да, по отношению к людям, которых они потом не вытащат ниоткуда, да, на котором они судьбы переломают с их помощью. Кто это вообще делает, кто там регистрируется, это дураки просто чисто по жизни, а кто это делает, подлецы. Это мое оценочное суждение, которое подтвердится жизнью, поверьте мне, все, кто это смотрит, да. Но это как моральная часть вопроса, полная гапоновщина, да, абсолютно всех этих мероприятий. Но наиболее цикавый факт в этом всем, то, что штаб Навального находится, тадам, в Вильнюсе, в Литовской республике. Ну, по крайней мере, я не знаю всех их точного лица, но господин Волков так точно, Леонид, да. И этому господину Волкову написал в Фейсбук, когда увидел он эту карту с якобы Крымом, звук, да, извините, с российским якобы Крымом, с организациями, с филиалами, значит, штаба Навального, там, организация этой фонда борьбы с коррупцией, он попросил его убрать Крым с этой карты, поскольку Крым является украинской территорией. В ответ он получил отказ, в какой форме, я не знаю, но по факту отказ цивилизован, то есть ничего не изменилось, да, Чубаров такой человек очень приличный, он сам выпускник из Московского историко-архивного института, он профессиональный и опытный человек, и он никогда не выносит частные переписки, как политик такой серьезный, но он просто сказал, да, хотите, сами у него спросите, ну, как бы отказ есть отказ. Что по факту это означает, да? По факту это означает, что человек, Леонид Волков, его соратники, либо попросившие, либо уже получившие статус беженца политического в Литовской республике, нарушает законы страны пребывания, то есть Литовской республики. Все ее международные, как бы, нормы, да? Литва с самого первого дня не признала аннексию Крыма. Мой друг, глава Конституционного суда Литвы, Дайниус Жалимас, был первым представителем Конституционного суда, который огласил не конституционным вообще, даже по Российской Конституции, эти так называемые поправки о присоединении Крыма. Вся политовская политика – это полное отрицание Русского рейха, его внешней политики и так далее, и так далее. И здесь находятся люди с российскими паспортами, которые просят убежище в Литве и одновременно под столом другой рукой перебят свое имперское эго. Каким-то образом это уживается у них во головах, но как бы за них я думать не буду, почему так происходит. Но я думаю, что это вопрос для Литовской Республики, каким образом люди такие находятся в этой Литовской Республике, да? Вот. И еще немаловажный факт, да? Тоже такой чисто законный факт, да? Люди, которые рисуют карту Крыма с российским якобы, российского якобы Крыма, со своими филиалами, своей организацией, которые не руководят там, прямо нарушают санкции, введенные в том числе и в первую очередь Литвой же против Крыма. Там нельзя открывать филиалы. Никаких организаций, никакой человек, находящийся на территории Литвы, не может иметь никаких представительств, никаких официальных учреждений в Крыму. Тем более открыто это демонстрируют. То есть фактически господин Волков, сотоварищи, кроме того, в переписи активного населения в интересах ФСБ, он еще и нагадил литовским властям, сказать, что ваши санкции для меня не писаны. Да, я же живу в Литве, но мне на совершеннейшем образом наплевать на вашу позицию международную, на все ваши подписи, все ваши резолюции, все ваши законы. Я буду тут делать, как хочу. Я вот хочу сказать, что подойти, Вильнюс не такой большой город, подойти где-нибудь в пивном баре, увидеть господина Волкова вот эти бесстыжие русские глаза и сказать, оторвись, чувак, оторвись от своей кружки с пивом литовским вкусным и в сторону убери, пожалуйста, копченые литовские свиные ушки прекрасные и посмотри, кто ты такой и что ты творишь вообще. И по отношению к россиянам, и по отношению к литовцам, по отношению к украинцам и к крымским татарам. Этот человек, пия литовское пиво с литовскими копчеными свиными ушками, плюет нам всем вместе, разом и вам в том числе в лицо. И из всего этого торчат такие не литовские копченые, а вот такие огромные уши русского рейха, свиные. И такие люди должны быть обязательно наказаны, хотя бы морально и политически, это точно. Ну а так они преступники, потому что не бутербродная позиция, это позиция преступника, позиция международного преступника, я подчеркиваю. Я бы здесь поспорил немножко, потому что, во-первых, мы не знаем о том, в чьих интересах собирается сбор данных об участниках будущего митинга. Я все-таки не думаю, что Леонид Волков действительно делает это в интересах ФСБ. А по факту же так получается? Мы же говорим о факте? По факту так получается? Ну, понимаешь, так можно зайти далеко и сказать, что любой митинг, например, в интересах ФСБ проводится, потому что там задержат людей, они будут переписаны и привлечены к ответственности. Нет, нельзя помогать, нельзя помогать. Извините, я реплику ставлю свою. Вы, конечно, имеете свою точку зрения, я ее уважаю, поскольку я вообще тут человек чужой, в принципе, я гражданин Украины, крымский татарин, и что там россияне думают, куда ходить, это их частное дело. Я просто высказываю свое мнение, как бы совершенно на нем не наставим, мне просто кажется, некоторые вещи совершенно очевидны. Может быть, издалека лучше видно. Может, и из Москвы этого не видно, например, людям там, которые записываются в митингующие. А я считаю, что подставлять себя, если действительно оппозиционер, подставлять себя властям, ну, это как минимум непродуктивно. Ну, смотрите, можно я свои пять копеек вставлю? Вот я бы все-таки разделил два вопроса. Акция, которая готовится протестов, мы сейчас за скобки уберем, как бы вот этот позорный факт включения Крыма, значит, в эту протестную карту. С одной стороны, то, что говорит Айдер, в этом есть правда. И мы знаем, что ФСБ и там, и Центр Реактивно занимаются сбором информации о потенциальных протестующих, мы об этом говорили. Но они это делают как бы сами по себе, да. И, собственно, мы сегодня пригласили IT-специалиста Михаила Таланова, который является экспертом по тому, как работает интернет, в том числе для того, чтобы а, узнать, насколько вообще вероятно к этой базе подобраться, насколько, какие возможности эту базу там непосредственно в руки получить, и б, чтобы получить какие-то практически рекомендации для потенциальных участников протеста, значит, по поводу, как можно максимально себя обезопасить, чтобы не оказаться в руках, как бы, ну, в руках спецслужб. Все-таки, как бы, окей, мы, как бы, про эту акцию, там, мы еще поговорим, мы не раз еще будем к ней возвращаться, тем более, что там уже 350 тысяч, по-моему, подписалось, то есть при достижении полумиллиона, полумиллиона, значит, акция должна будет состояться. Но я бы хотел, вот, на какие аспекты, вот, по включению Крыма вот в территорию, как бы, России, обсудить. Первое, вот, сложно, честно говоря, недооценить, вот, политический ущерб от этого. Потому что, вот, если мы говорим сейчас не про международную реакцию, а если мы говорим про ситуацию внутри России, что у нас было? У нас был, так называемый, крымский консенсус. Это когда? Это когда 85% населения, ну, или 80%, это те, кто поддержали аннексию Крыма в 2014 году. И для всего мирового сообщества, и для российской оппозиции, вот те 20%, которые выступили против аннексии, да, Крыма, и назвали это международным преступлением, это была некая группа, как бы, сопротивления, да, идейного сопротивления, вот, этого имперскому моргу, да, который, как бы, воздействовал на 80% россиян. И проводились марши, организатором которых был покойный Борис Немцов. То есть, и, в общем-то, даже вот во взаимодействии с какими-то западными партнерами исходили из того, что, ну, там, все-таки не 100%, все-таки есть 15-20% российских граждан, которые понимают, что это международное преступление, и с этим нужно будет что-то делать. Один из минусов включения Крыма вот в эту протестную карту заключается в легитимизации вот этой аннексии. То есть, ведь люди, которые идут протестовать, это те самые, там, 15-20%, это люди, которые выступают против режима. Так вот, для этих людей, как бы, Крым, он органично вписывается и становится, как бы, вот, частью этого, без поправки. Они не выделили это никаким цветом. Они не сделали никакой, как бы, оговорки. Более того, когда им на это указали, причем указали не кто-то, а представители крымского татарского народа, которые просто репрессиям подвергаются, что это неправильно и сделали это очень корректно, их проигнорировали. В свое время, если ты помнишь, Айдер, значит, когда FIFA сделали карту и по ошибке Крым включили в территорию, это было перед чемпионатом мира в России при этом, была очень жесткая реакция, FIFA немедленно это все удалили и еще принесли извинения. Там это была техническая ошибка. Здесь же фиксируется, что это, ну, как бы, полноценная такая, как бы, позиция, да, политическая. Ущерб колоссальный, Ваня, ты абсолютно прав. Это колоссальный моральный. Вы понимаете, любая оппозиционная деятельность, она должна строиться на морали, в первую очередь. А моральная оппозиционная деятельность ни к чему хорошему не приведет. Я прошу прощения, чтобы перебил, и там Михаилу надо говорить, но просто это как клеймо на лбу. Я в системе, понимаете, и люди, из-за людей, нормальных много людей заставляют входить в эту систему и молча подтверждать, что это международное преступление, адвокатировать. Я еще раз говорю, товарищ Волков, значит, таким людям, как он, не место в цивилизованном обществе, конечно. Ну, просто это нереально. Я себе не представляю, как в Литве живя, называть Крым российским и навязывать миллионам россиян. Но эта жизнь их ударит-то сама. Я думаю, что западные партнеры на это обратят. Безусловно, внимание Америка и Европа, и все это не на пользу пойдет ни сидящему в тюрьме Навальному, ни его штабисту. Это 100%. Да, но здесь есть проблема, описанная Александром Морозовым в Фейсбуке, о том, что в действительности внутри Российской Федерации, для тех, кто внутри Российской Федерации, для которых действует закон Российской Федерации, Крым является российским. Если человек там внутри публично об этом заявляет и исходит из этого, то он фактически сразу же на автомате подвергается уголовникам. Да, Даня, нет, Даня, нет. Тут не надо ничего. Тут надо просто было промолчать хотя бы. Тут никаких законов нарушать не надо. Они специально нарушили закон. Они специально указали Крым как российский, потому что они могли просто его в этой карте, это не государственная карта. Это просто карта их региональных. Ну а в чем проблема-то? Это карта их филиалов. Не создавайте филиал на оккупированных территориях. Это запрещено самими американскими и европейскими. Запрещено там создавать какие-либо организации. Людям из других мест. Запрещено. Он нарушает это нарушение всего. И морали, и закона, и здравого смысла. Они поступили по-идиотски. На самом деле они это поймут. Ну и я на самом деле рад, когда из людей их сущность вылезает. Пусть дурь каждого будет видна, как говорил Петр Первый. Ну вот международный аспект, про который говорит Айдар. То есть я сказал про внутренний фактор. Что потенциально вот эта легитимизация. И принятие, вот как бы вхождение ментальное, как бы Крыма, с которым уже ничего не поделать. Вот это не бутерброд. И это уже становится общим местом там не для 80% людей, которых там бомбардировка пропаганды, да, настигает каждый вечер. А и для как бы думающей части. Это стратегически большая проблема. Международная проблема, она тоже очевидна. Ведь российская оппозиция, в принципе, она выглядит очень плохо. Ну давайте честно признаем, за 20 лет нам не удалось, ну коллективно мы берем добиться многого. Да, это да. Были выступления 11-12 года, Путин крепнет. И в общем, по большому счету, с точки зрения международного сообщества, сказать, что российская оппозиция является фактором, который как бы действительно там торпедирует режим, ну наверное не приходится все-таки по большому счету. Ваня, я вас отделяю от этого. Я хочу ремарку сделать. Вот я вас лично и Косфарова Гарри, и многих других людей отделяю. Вы просто лицами российской оппозиции стали не те, которые должны быть ее лицами. Это тоже такая гибридность. Я думаю, что этому тоже помогал Кремль особыми движениями фишек, кого-то во дворе, кого-то что-то. Но в итоге они получили то, что хотели. Гибридную оппозицию. Да, но на самом деле ты, допустим, понимаешь ту разницу. Давайте посмотрим, как это в целом выглядит со стороны. Вот некая российская оппозиция, здесь большие игроки. Сейчас после отравления Навального, после заключения его за решетку, то есть это совершенно понятно, оппозиционный политик номер один, не только внутри России, как был, но и за рубежом. И что я вижу, вот как экспертная оценка западной эксперты, которые реагируют. Чума на оба ваших дома. Зачем нам, условно говоря, идти на какие-то вещи, если вы сами, оказывается, такие-то имперцы, Крым, оказывается, вы никуда не возвращаете. Более того, значит, вся наша оппозиционная сообщество, особенно когда нарушаются права человека, что делает? Обращается в Веспече, обращается в международные институты. С каким мессенджем? Что, ребята, у нас диктатура, у нас нарушаются права человека, помогите. Потому что мы хотим, чтобы по цивилизованному, международным законам нам помогли. Но здесь получается, как бы, такой, знаешь, двоякая ситуация. С одной стороны, вы к ним обращаетесь, чтобы они вам помогли с точки зрения международных законов, когда ваши права там ущемляются. Но не собираетесь учитывать какие-то международные законы, когда это касается вот вашей политической стратегии внутри России. Но так не бывает, ребят. Вы или с умными, или с красивыми. Или вы, в принципе, признаете, что мы должны быть в рамках международного целевого сообщества, как-то работать. А тогда вы принимаете определенные, как бы, принципы, как бы и правила, да? Или тогда вы не жалуетесь. Тогда в ответ вам что могу сказать? Ну тогда, раз так, тогда идите в ваши суды, вот в вашу конституцию, вот к тем 80%, которые уже там пять лет улюлюкают и радуются тому, что, значит, Крым теперь наш. Да я согласен. На самом деле, понимаете, друзья, вы смотрите, меня-то не надо агитировать за советскую власть. Я сам ни дня не поддерживал аннексию Крыма и высказывал с этих позиций там даже на русских националистических каналах. Крым на шистской направленности. Он приходил и высказывался прямо. Поэтому для меня это все очевидно, но я о другом хочу сказать. Я хочу сказать, что российская оппозиция годами дробится все больше и больше. На все более мелкие, все более слабые их сегменты. И вот этот вопрос, если придать ему такую остроту и жесткость, может ее окончательно вообще похоронить? Ну да, мы можем сейчас обрушиться там на... Ну смотри... Навальнистов и приведем к очередному срачу, как говорится. Ну а как быть иначе? Ну а как? Ну это и есть вещи, которые мир не принимает. Вразумлять. Ну вот есть вещи... Объяснять и вразумлять. Смотри, я вот сейчас так скажу. Вот Ваня сказал гениально, все изложил. А у меня есть такая метафора, моя личная, которую я всегда повторяю. Она жесткая, но она честная. Это метафора. Просто ее тоже надо вот в плане то, что ты Дане говоришь, просвещать. Вот я сейчас просвещу. Давайте простая логика, уважаемые зрители, которые считают, что это допустимо, там с Крымом такие... Такой флирт, да, с Кремлем. Кремль говорит, Навальный должен сидеть в тюрьме, да? И Кремль говорит, Крым будет в России, да? Это и то, и то является преступлением, да? Но тут Навальный говорит, что Крым не бутерброд и ликвидировать последствия этого преступления не нужно. Так тогда с такой же точно логикой поворачиваем, значит, в сторону Навального. Но и Навальный тогда не бутерброд. Если нет закона в отношении других, то нет закона в отношении тебя. Тогда и ты должен сидеть, несмотря на то, что это преступление тебя посадить. Просто потому, что это не бутерброд, а кому-то так хочется. Не в законе, а хочется просто. Вот Путину так хочется, а Навальному так хочется. У кого сила, так и будет, как ему хочется. Где нет закона, там нет правды, там нет и успеха, нет там на самом деле. Тогда так и будет, только хуже. Я, кстати, Данил, в данном случае я не к тебе апеллировал, когда говорил, хоть, может быть, и поворачивался. Дело в том, что есть известный психологический принцип. То, чего не обозначено, того не существует. И поэтому мы, когда эти вещи проговариваем, я знаю, что многим, кто смотрит наш эфир, это не нравится. Многие с большим удовольствием послушали Соловя, который расскажет, что Путин в мае перекинется или что-то еще произойдет. Но здесь те вещи, которые очень неприятны, они действительно могут выглядеть как некое столкновение, выяснение отношений. Но это тот вопрос, который невозможно не фиксировать. Потому что если он будет заигран сейчас, потом к нему уже вернуться будет невозможно. Я понимаю, я говорю, скорее о тональности. А у нас тональность это один вопрос. Но есть как бы две таких стратегии. Первое, условно говоря, сахарское, что в условиях диктатуры борьба может вестись только с позиции абсолютного моральной принципиальности и, скажем так, с точки зрения моральных принципов и только. Что диктатура не переигрывается вот какими-то технологическими уловками и всеми этими делами. То есть только за счет морального превосходства может что-то противостоять. Это вас, конечно, переводит в плоскость диссидентов. А не политической организации, которую они там пытаются выстраивать. Ведь там аргументация такая, что мы пытаемся выстроить политическую сеть, но эту политическую сеть мы не сможем выстроить, если мы будем упираться жестко в эти принципы. То есть это две как бы разных концепции. Диссидентская и политический-политехнологическая. Не, ну слушайте, но здесь есть, вот я позволю себе такое отличение. Я помню в свое время Аркадий Бабченко пришел в комменты к Анне Каретниковой. Это работник УНК в России, общественно-наблюдательной комиссии. И пристыдил ее за то, что она надела в Синовскую форму. А я на это подумал, слушайте, ну и хорошо, что есть люди во в Синовской форме, которые отличаются от тех вокруг во в Синовской форме, кто есть. Вот представьте себе, человек в ССовской форме спасает евреев во времена Второй мировой войны. Да, Данечка, Даня, жизнь твоя промеркает слова. Вот смотрите, пристыдим ли мы его за форму или мы скажем ему спасибо за спасение евреев? Нет, смотри, смотри. Тот, смотри, Даня, ты просто ушел в конкретику. В конкретном случае мы скажем этому ССову спасибо за спасение евреев. Но, вот очень важную линию ведет символичность и слова важны Иван Тютерин. Объясню. Вот она тогда надела эту форму, а сейчас Тадам и бывший мент из ОНК области, где сидит Навальный, говорит, что Навальный симулянт. Когда ты влезаешь в чужую форму, когда ты начинаешь играть в чужой спектакль, сначала это кажется единичным компромиссом ради блага. Но стратегически это неверно, поэтому стратегически только Сахаровская теория верна. Политически победить Путина обман обманом не побеждается. Это исключено. Друзья, я вас вынужден прервать. Я думаю, что мы можем уже подключать нашего Михаила Таланова. Вот сейчас пришла новость. Одно из преимуществ стрима, что оно позволяет нам достаточно оперативно реагировать на повестку. Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в российской колонии, объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. Ранее заключенный пенсер жаловался на резку ухудшения здоровья. Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна будет 8 раз за ночь. И администрация, подговаривающая зэков-активистов, а как запугиваете рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Говорится в инстаграме Навального, статья дополняется. Это ссылка, источник BBC. Вот такая новость. Я лично считаю, что институт голодовки в последние годы достаточно дезавуирован, потому что по большей части те, кто голодают, не доводят эту голодовку до конца. Я считаю, как бывший заключенный, что голодовка очень серьезная на самом деле действия. И мы помним, например, знаменитую голодовку бойцов Ирашт, которые погибли в итоге, которые выдвинули свои требования Маргарет Тэтчер и погибли. Ты знаешь об этом случае? Да, бойцов Ирашт. Которые погибли. Они довели свою голодовку до конца. Проблема нашего протестного актива, на мой взгляд, в том, что они часто объявляют голодовки, но не доводят их до конца. И вот мне сейчас интересно очень, если все-таки российские власти решают этот вопрос, конечно, власти, а никакая не администрация, колонии, не удовлетворят требования Навального, что он будет делать дальше? Потому что если он в этот раз отступит и не доведет голодовку до конца, то значит, что дальше его можно прессовать бесконечно долго. Понимаете, в чем проблема? Ну, я понимаю, что у Айдера вообще отдельная ручка зрения. Нет, на самом деле, эта проблема есть, потому что это известный принцип, что когда вы выдвигаете ультиматум, вы должны готовы идти до конца. Да. Потому что это та история, которую очень сильно тяжело отмотать. Ну, вот представьте себе, чтобы к нему не допускают. Скажите, пожалуйста, у нас Айдер на связи еще? Да. Айдер? Не слышат? Ну, мы вынуждены попрощаться с Айдером. У нас было полчаса выделено. Айдер, большое спасибо за участие. Мне кажется, мы какие-то важные вещи сформулировали. Айдер, спасибо большое за участие в программе. Надеюсь, еще будешь у нас появляться. Ну, а мы, в свою очередь, у тебя по возможности. Спасибо вам. Спасибо вам. Ты хотел у Айдера? Ну, спроси, пожалуйста. Айдер, что ты думаешь о гладовке Навального? Я сочувствую всем зэкам, находящимся в российских тюрьмах, включая и Навального. Но гораздо больше я, чаще я думаю о тех крымских татарах, которые получили с 40, от 14 до 19 лет строгого режима. И об их 300 детях, которые находятся не за границей с мамой, а находятся в оккупированном Крыму. Вы знаете, как честно, я же честно отвечаю, да? Мне жалко, я никому русской тюрьмы не пожелаю, даже преступнику, если честно, я не пожелаю русской тюрьмы. Но холодный факт состоит в том, что я отношусь к Навальному ровно так, как он относится к нам. То есть никак. Вот ему никогда не было жалко, он никогда не выговорил слово украинцы, никогда не выговорил слово война, никогда не выговорил слово жертвы. Максимум это мы слишком много денег тратим на убийство украинцев, вот такая мысль была. То есть он никогда не держал моральную планку, никогда. И честно, с честным никогда в отношении украинов и крымских татар не было. Он либо молчал, либо говорил преступные вещи про бутерброд, либо еще что-то такое. Поэтому я эту информацию воспринимаю холодно, это не наша украинская проблема. Вот, как говорится, кошка бросила котят, пусть делают, что хотят. Вот так, извините за правду. Ну, на этой грустной теме, хотя, Айдар, я понимаю, что ты смотришь с совершенно других позиций, поэтому, что тут даже, как бы, комментирует. Ну, понятно. Спасибо тебе еще раз большое за участие в нашей передаче.